Я все еще читаю шестнадцатый стих, высказывание Павла. Мы, евреи, знаем, что человек оправдывается не делами закона. А только верою в Иисуса Христа. И многие христиане не понимают этого. Мы, как евреи, знаем это. Каждый еврей знает это. Христиане думают, что евреи думают, что они спасаются соблюдением закона. Но любой нормальный раввин скажет вам следующее. Соблюдение Торы не оправдывает вас. Но несоблюдение закона точно принесет вам проклятие. Существует разница. Большая разница. Я вижу, что многие из вас потерялись. Надо помолиться Иисусу, чтобы Он спас нас. Еще раз повторяю то, что я сказал. Соблюдение Торы не оправдывает вас. Но несоблюдение закона точно принесет вам проклятие. И эта еврейская концепция называется на иврите Товель Вешеретс Байадор. Например, у человека будет миква, крещение. Почему он хочет пройти микву? Потому что он хочет очиститься. Но в своей руке он держит змею или лягушку. И он проходит микву, держа в одной руке нечистое животное. Был ли он очищен? Нет. Вот что означает, когда человек не кается из глубины своего сердца с глубоким сожалением о своей прошлой жизни, о своих грехах, когда он посвящает себя исполнению воли Бога. Даже если он исповедует Иешуа, даже если он проходит водное погружение, и в его руке все так же есть шеретс, нечистое животное в его руке, которое он не отпускает. то он не очищен. Тоже видно в другой концепции. Навал Барешут Ха Тора. Плохой человек, который соблюдает все заповеди. Он хранит шаббат, кошер, цицит, праздники. Его жена зажигает свечи. У него четыре набора столовой посуды. Две посудомоечные машины, одна для мяса, другая для молока. У них два холодильника. Я знаю таких людей в Израиле. Это ничего не значит, если их сердца нечисты. Если у них нет веры, вы можете соблюдать все заповеди и попасть в ад. Вот чему учит иудаизм. Потому, когда Павел говорит, мы, как евреи, знаем, что соблюдение заповеди не спасение. Это находится в полном согласии с самой Торой. Не в противоречии с Торой, но в согласии с Торой. Мы знаем, что просто соблюдение закона без сердца, без намерения кавана, ничего не значит для тебя. Мне все равно, чей вы сын, чья вы дочь. Мне все равно, что вы едите и что вы пьете. Как вы думаете, спас ли царь Давид соблюдением Торы? Он нарушил 8 из 10 заповедей. И некоторые из них более одного раза. Он нарушил Шаббат. Он не почитал родителей. Он убил, прелюбодействовал, вожилал жены ближнего своего, лжесвидетельствовал, лгал. Не думая, что кто-либо здесь совершил так много грехов, как царь Давид. И все же он назван мужем по сердцу Божьему. Как вы думаете, соблюдением ли заповедей? Нет, потому что у него была вера в Бога. Потому что он отдал свою жизнь в руки Бога. Потому что он хотел поступать правильно, даже если не всегда у него это получалось. Вот что спасло царя Давида. Тоже верно, не только в отношении царя Давида, но также в отношении почти каждого героя в Библии. Вот что имеет в виду Павел в 17 стихе. Если же, ища оправдания в Мессии, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Это легко понять. А теперь давайте возвратимся к общему контексту послания Галатам. на какой вопрос отвечает этот ответ. «Если человек становится учеником Ишуа, и затем он согрешает, и мы, как церковь, прощаем его, и он возвращается к прежнему, кается, затем снова согрешает, и мы снова прощаем его, потому что он кается. Значит ли это, что Ишуа содействует греху? У родителей есть дети. И некоторые дети не ходят в том свете, как их родители научили их. Они бунтуют. Значит ли это, что родители плохие? Нет. тоже верно и в отношении Ишуа. Кто был оппонентом, оппозиции Павла? Те же люди, когда он писал послания к римлянам и послания к филиппийцам. Оппозиция полагала, если спасение не зависит от исполнения дел закона, а только от веры и от благодати Бога, то, когда верующий грешит, его грех отражается на том, кто дает ему благодать. Вы понимаете это? Благодать аморально, говорили они. потому что вот согрешающий он приносит урон и заставляет общество страдать. И все, что он делает, кается и говорит Бог, прости меня, я сожалею. Он немного плачет, вздыхает немного. А вы говорите все в порядке брат, иди больше не греши. Вы таким образом награждаете этого преступника, этого грешника. грешника. Морально ли это? Это не моральность. Это вознаграждение грешника. Вот что говорили оппоненты Павла. грешника. Если спасение зависит от дел, от соблюдения заповедей, и человек согрешает, то заставьте его заплатить за этот грех. Повешайте его. сожгите его. Посадите его в тюрьму. Заставьте его тяжело работать. Покажите ему, что за грех нужно платить. Это моральность. Благодать аморальна. вы понимаете этот пункт? Вот что говорили оппоненты Павла. Они были последователями Ницше еще до рождения Ницше. Павел говорит следующее. из-за того, что люди согрешают, не надо обвинять Мессию. Дело Мессии, которое дает нам жизнь, это не разрешение грешить. это не награда за грех. Я повторю это. Благодать это не вознаграждение за грех. но это проявление любви Бога к его творению. посредством Сына Бога за человечество. Позиция Павла Позиция Нового Завета Противоположно тому, что думали его оппоненты. Благодать не бесплатна, за нее нужно платить. Но Иешуа заплатил за нее. Мессия страдал за нее. И потому вы не можете говорить, что благодать аморальна или неправедна. Если благодать была бесплатной, тогда она была бы аморальна. Но кто-то заплатил за ваши долги. Это слова Павла. 19 стих. Законом я умер для закона. Чтобы жить для Бога. Законом или благодаря закону я умер для закона. помните, в первый вечер я говорил вам обращать внимание на маленькие слова. На местоимения и предлоги. Вот стих, в котором вы должны обращать особое внимание на местоимение, чтобы понять. Павел говорит, что благодаря Торе я умер для Торы. Когда Тора служит в качестве моего зеркала, то она показывает мне, насколько я большой грешник. у меня есть к вам предложение. В день искупления на Йом-Кипур есть в молитве на Йом-Кипур большое исповедание, список грехов, которые начинаются с хатану, па-шана, ави-ну, более 150 различных грехов. изучите этот список, сделайте ксерокс, возьмите карандаш и будьте честны перед собой и отметьте галочкой грехи. Возле каждого греха, который вы совершили. Посмотрите, где вы находитесь. Я делаю это каждый год. И после я хочу провалиться под землю. Потому что я вижу насколько я слабый человек. И большинство моих грехов связаны с языком, сплетней, на иврите лошон ара. Критика братьев. Многие многие грехи. Из 150 грехов я отметил где-то 25 грехов. Поэтому Тора служит зеркалом. Чтобы показать, кто мы есть на самом деле. Только тогда мы знаем, насколько мы нуждаемся. в том, что Бог сделал для нас через Яшуа Хамашиаха. И насколько часто мы сомневаемся в работе Яшуа. Мы недостойны. Великие раввины сталкивались с такой же проблемой. Мне посчастливилось привести к вере вешуа некоторых ультра ортодоксальных раввинов. Они чувствовали то же самое, но они хорошие евреи. соблюдают митцвот. Ходят в синагогу каждый день. Они проходят микву каждую неделю. Независимо от того, нужно ли им это или нет. Они носят правильную одежду. они знают свои молитвы. Изучали Тору целый день. Их жены работают, чтобы прокормить своих девять детей. Замечательные евреи. Но когда Дух Святой в них, и они читают Тору, то они чувствуют себя так же плохо, как и я. И они также ценят тот факт, что Бог дал Ешуа на крест для нашего искупления. И они также ценят тот факт, что Бог отдал Ешуа на крест для нашего искупления. Вот о чём говорит Павел. Тора должна давать жизнь. Когда мы сравниваем себя с Торой, что происходит с нами, Павел также проходил через это. Прочитав седьмую главу послания к римлянам, вы поймёте, что я имею в виду. Давайте продолжим. Двадцатый стих. И уже не я живу, но живёт во мне Христос. Тора убила меня из-за моих грехов. Поэтому я умер. Тора убила Мессию из-за моего греха, не из-за его греха, и также из-за вашего греха. мы убили Ешуа. Поэтому мы распяты с ним, чтобы он жил в нас, потому что мы недостаточно зрелые, чтобы самим управлять нашей собственной жизнью. Я повторяю это. Это правда не только в отношении Джозефа Шулама, но также в отношении царя Давида, который молился, не отнимай своего Святого Духа от меня. Это правда и в отношении Моисея, и для царя Давида, и для каждого великого героя в Библии. Если бы Бог не направлял их своими словами, они не могли бы справиться с собой. Проверьте. Посмотрите на их молитвы. Посмотрите, о чем молился Даниил. О чем молился царь Давид. О чем молился Еремия и Исаия. Исаия увидел присутствие Бога в храме. Кстати, Пороша, то есть Хафтара этого Шаббата. Исаия говорит, горе мне, погиб пья, ибо я грешник с нечистыми устами. Исаия, великий пророк Бога, чувствовал себя так. А что же мы скажем? Это такой вопрос гордости в мессианском движении в наши дни. парень, который вчера ел свинину. Внезапно он узнает о своем еврействе. Он одевает кипу, привязывает цицид к своему поясу и говорит, теперь я еврей, и мне не нужен Ешуа. Я буду изучать кабалу. И вскоре после этого знаете, что происходит? Они начинают смотреть свысока на настоящих евреев. «Ты недостаточно хорош. На твоих цицитах нет такой голубой нитки. Почему ты не носишь кипу? Потому что я не хочу и я не должен носить ее. Но вот что происходило в первом веке. Вот что делали оппоненты Павла. И Жозе Мария, многое такое эти люди делают и сейчас. Павел говорит это очень ясно. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Когда это произошло? Когда Христос вошел в нашу жизнь? Баптисты Думают, что это происходит, когда человек произносит небольшую молитву, что человек принимает Иисуса как Спасителя и просит Иисуса простить его грехи. Такого нет в Новом Завете. Христос приходит и живет в нас, когда мы умираем с Ним. Когда это происходит? В Новом Завете об этом сказано очень ясно. 6 главе Римлянам в аналогичном контексте. Не думайте, что вы можете продолжать грешить, чтобы увеличить благодать Божью. Вы все должны знать, что все, кто был крещен во Христа в Мессию был крещен в его смерть, в его смерть, чтобы с ним, как и он был погребен, так же И мы сможем выйти из воды в новую жизнь Ишуа, который живет в нас. Вы изучали предлоги в том тексте, и вскоре мы увидим такие же предлоги в 3-й главе послания к Галатам. Или же оставим на завтра. А что ныне живу воплоти, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания то Христос умер напрасно. Вот слова Павла. Мои противники, говорит Павел, думают, что соблюдением Торы, обрезанием они прибавляют что-то к своему спасению. Они критикуют меня, говоря, что полагаясь на благодать Бога, Мессия содействует греху. Скажу пару слов американским мессианским евреям. Во время 60-х годов было очень модно в 60-х годах христиане в Америке начали моду соблюдать специальные домы для девушек которые будут возглавляться и не 結婚. Среди христиан основывать дома для незамужних матерей. Основывать дома для забеременевших девушек, но не вышедших замуж. Тогда это не было популярно как в наши дни забеременеть без мужа. поэтому они говорили если ты впустишь жить в свой дом незамужнюю девушку которая забеременела то вы содействуете этому греху. Это логично. Это же логика была и у оппонентов Павла. Если ты полагаешься на благодать Бога то ты содействуешь тому чтобы люди грешили больше. Иисус становится сторонником греха. Вот что происходило. У нас есть время или лучше подождать до завтра? Хорошо. Завтра будет самая важная глава послания галатам. Продолжение следует... Галатам.